сегодня мы будем говорить о времени время что это такое для чего оно что нам делать с этим временем нужно ли на эту тему думать нужно ли на эту тему переживать вообще концепция время потому что бог он сотворил светило большое маленькое для указаний звезды для указания времени написано вот и время она поделено на такие как бы сегменты какие-то части отрезки периоды времени один из таких периодов времени это год который в принципе заканчивается осталось пару сегодня 20 осталось пару дней и кончится год закончится отрезок времени который мы прожили и и когда я на эту тему размышлял то я в общем-то год заканчивается и я подумал что это мне напоминает о том что мы живем во времени как по-английски они говорят вы сабжект тут айм то есть мы под временем вы сабжект это значит что мы должны считаться со временем хотим мы этого или не хотим нам приходится считаться с ним и потому что нам надо с этим считаться и потому что мы живем во времени нам нужно понимать что такое время мы привыкли обращаться этим понятиям мы говорим нет времени или еще не время, мы говорим эти фразы, они от нас отскакивают от зубов, мы даже не задумываемся в принципе о том, что мы говорим. А ведь тут есть о чем задуматься. И вот на эту тему, потому что время идет, год закончился, период времени закончился. Давайте мы на эту тему порассуждаем вообще, что Бог думает по этому поводу, что Библия говорит по этому поводу, какое отношение у Бога ко времени. Это интересно, почему? Потому что Бог живет вне времени. Когда мы говорим о Боге, мы не говорим Бог вчера или Бог сегодня, Бог всегда есть. Он вчера есть, Он завтра есть. Бог есть, Его имя I am, я есть. Я есть, кто я есть, это Его имя. Так в принципе переводится Его имя Иегова. Сущий. Сущий, где в принципе заложены все то, что Он… Ну, я не берусь истолковывать досконально смысл этого имени, потому что я не знаю, но смысл в том, что Он сущий, Он есть. И Он вне времени, Он над временем. Мы же живем во времени, и нам нужно считаться с этим и понимать, что это значит. Каждому из нас дано время. Было время, когда ты пришел в этот мир, и есть время, когда ты уйдешь из этого мира. И тебе дано время. Как я сейчас разговаривал с одним американцем до служения. Я сегодня как раз эту тему проповедовал у американцев с утра, и мы обсуждали. И он говорит, что на кладбище, когда памятник, там написано дата, когда человек родился, потом тире, и потом дата, когда человек умер. Так вот смысл, самое главное в этом год – это что? Тире. И что такое вот эта вот черточка? Это и есть наша жизнь. Отрезок времени. От этой даты до этой даты. Вот эта вот черточка – это ничто иное есть жизнь человека, который он прожил. Ему было дано время. Он появился в это время, ему дано было время, и пришло время, когда он должен уйти из этого мира. Окей? И это от Бога. Что мы делаем с этим промежутком? Это уже другой вопрос. Это уже вопрос для каждого из нас. Но есть время. И поэтому вот эта вот фраза, которую мы часто цитируем, кстати, она записана в книге «Экклесиаста», можете не открывать, вы ее знаете. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и тут целый список, что там время собирать, камни, время разбрасывать, камни и так далее. Но, еще раз, я когда вдумался, то это фундаментальнейшая, глубочайшая, ну, истина, ну да, истина, концепция, если хотите, мысль. Всему, вдумайтесь, всему свое время, всякой вещи время под небом. Это от Бога. Каждая вещь имеет время. Время. Тебе, для тебя положено время. На твою жизнь уделено время. И в твоей жизни есть много событий, или были, или есть, и будут много событий, и на каждое из этих событий, и на каждое из этих каких-то активитис тоже положено время. Положено время для этого дела. Поэтому, когда время заканчивается для этого дела, то ты уже не можешь этого дела сделать. Потому что время, данное для этого дела, назначенное, оно закончилось. И поэтому ты уже хочешь это сделать, но уже не можешь. И это от Бога. Всякому делу свое время. Окей? Что это значит? Это значит, что мы должны думать и понимать смысл времени, который нам дал Бог. И не относиться к времени легкомысленно. Потому что что, что, а время вернуть назад нельзя. Можно многие вещи исправить, но вернуться во вчера и что-то сделать, то, что ты не сделал, уже невозможно. Время ушло. Как мы говорим, поезд ушел. Местописания, их несколько. Можете слушать, можете открыть, ну, можете даже следить, потому что так будет, наверное, быстрее, если вы просто будете. Скажем, Деяние, 17 глава, 26 стих. Я прочту сейчас несколько мест Писаний, которые, в принципе, ничего нового не скажут. Они будут просто подтверждать эту вот мысль, которую сказал экклесиаст. Что каждому делу есть свое время, которое уделил Бог. В 17 главе книги Деяний, 26 стихе сказано, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Для чего? Дабы искали Бога. Значит, Бог произвел человечество от одного человека, и Он назначил предопределенные времена и место для обитания всех народов и каждого человека. То есть, Он назначил время предопределенные, то есть, Бог, значит, предопределил время для тебя. Бог предопределил время для какого-то народа. Мало того, Он определил место, но сегодня говорим о времени. То есть, Бог дал время ну вот дальше чуть ниже сказано что в 31 секунд он назначил день в который будет правильно судить вселенной посредством предопределенного и муж подав удостоверение всем воскресить его из мертвых то есть он назначил день второго пришествия своего сына день назначен дано время готов ты не готов ты готова страна не готов готовы народы к этому дню не готовы это уже второй вопрос но назначить день назначен день и господь христос придет именно в назначенный богом день почему потому что определено время для его пришествия время имеет цель и мы должны быть очень внимательны чтобы понимать этот смысл этого времени которые у нас есть сейчас еще несколько мест писаний чтобы просто подтвердить эту мысль я хочу чтобы она вошла в нас потому что она в принципе для меня по крайней мере она была в принципе новой исайя 48 глава 49 глава исайя 8 стих он тоже знакомы 8 так говорит так говорит господь во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения я помог теперь это это стихи или нет исайя 49 8 то есть теперь время благоприятное и вы и теперь день спасения это день который бог определил для того чтобы было явлено спасение то есть в это время бог совершает спасение это день спасения сегодня день спасения завтра мы не знаем сегодня время благоприятное завтра будет ли время благоприятное мы не знаем сегодня благоприятное потому что так сказал бог он определил отрезок времени для спасения другой день имеет другое назначение в которой бог будет делать какие-то другие дела или судить народы но сегодня для тебя день спасения завтра мы не знаем какой смысл этого будет времени поэтому нужно ценить этот день который у тебя сегодня функция этого времени спасение откройте еще книгу откровения откровение 2 глава 21 стих откровение 2 глава 21 стих звучит следующим образом я дал ей время покаяться в любодеянии и но она не покаялась обратите внимание я дал ей время покаяться в грехе любодеянии значит для чего это время было дано богом ей совершенно верно это время для покаяния но она не покаялась то есть то значит она не использовала это время для для того что для чего в это время было дано и богом бог дал ей это время потому что у нее были какие-то грехи, неважно, о ком речь здесь идет, но Бог хотел, чтобы она покаялась, и Он дал для этого время, отрезок времени, отсюда до суда. Вот это время дано, чтобы человек покаялся. Это, в принципе, единственное назначение этого времени. Человек не покаялся в это время, которое было дано для покаяния, значит, он это время не использовал для той цели, для которого оно было дано Богом, этому человеку. Когда время закончилось, покаяние, то есть время для покаяния закончилось, закончилось покаяние, значит, наступает другое время, но это уже не время покаяния. Она здесь, может быть, захочет покаяться, в чем я сомневаюсь, потому что благость Божья ведет к покаянию, и она дано время для покаяния. Если Божья благость ведет к покаянию, и дано Богом время для покаяния, человек не использовал, то неужели человек сможет использовать время, которое дано не для покаяния, не для суда? Если в благоприятное время человек не использовал, то будет ли человек использовать, сможет ли человек использовать неблагоприятное время? Понимаете, для чего время, и что такое время вообще, понятие время? Это гораздо более серьезная и глубокая вещь, чем мы привыкли думать. Поэтому каждому делу и каждой цели есть свое время от Бога. Почему мы говорим на эту тему сегодня? Потому что в этом время, прошедший год ушел, ушел период времени. И он тоже был дан тебе для какой-то цели. Для какой? Это между тобой и Богом. В 10 главе книги Откровения, 6 стих. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благоуставал рабам своим пророкам». То есть по-английски написано «совершится», это значит «она закончится». Там написано так, что это тайна Божья, она закончится, то есть совершится. Но это будет тогда, когда седьмой ангел вострубит. И что сказано? Что когда это совершится, то времени уже не будет. Нет, время-то какое-то будет, время-то будет, но время, которое дано человеку для каких-то дел, скажем, или прийти к Богу, или что-то сделать, что-то починить в отношениях, что-то разобраться, что-то сделать, для этого уже времени не будет. То есть, понимаете, насколько это серьёзно? То есть ты не можешь сделать то, для чего не дано время. Окей? Понятно, что я хочу сказать? Ты можешь сделать в это время только то, для чего оно дано. Если дано время для покаяния, ты можешь покаяться. Не думай, что ты можешь покаяться в то время, когда нет времени для покаяния, когда время для покаяния закончилось. Не обманывайте себя. Дано время для покаяния, и в это время ты можешь покаяться. Дано время благоприятное для того, чтобы взыскать Бога, и в это время ты можешь взыскать Бога. Потому что время, что благоприятное, хорошее время для этого дела. Для каждого дела дано время. Окей? Ну, ещё, например, местописание, второе послание к фессалоникийцам. Второе послание к фессалоникийцам, вторая глава. Шестой стих. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в своё время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Но она не совершится пока, до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Это речь идёт об Антихристе, судя по всему. И уже он, видимо, есть. Ибо тайна беззакония уже в действии. Но открыться он ещё пока не может. Почему? Потому что есть какой-то удерживающий, который не даёт ему открыться сейчас. Для чего? Для того, чтобы он открылся в своё время. То есть он не может открыться, дано время, определённое Богом время для Антихриста, когда он может открыться ни раньше, ни позже. Почему? Потому что Бог так решил, это его план. До этого он что-то делает, у него время сейчас... Он удерживает его. Потому что на всё у Бога своё время. Понимаете, что такое время? То есть, в принципе, все эти вещи, они довольно очень интересные и сложные, и глубокие. Об этом нужно рассуждать. Но все они подтверждают эту истину, которую мы пришли в книге Экклесиаста. Что на каждое дело есть своё время. На каждое событие, по-английски, есть своё время. Бог нам дал другую жизнь, жизнь вечную. И когда речь идёт о вечности, то там времени нет. Вот. Но в вечности будут Богом люди, которые прожили правильно здесь, на земле. Этот отрезок времени, вот эту вот чёрточку, они правильно прожили. Они оказались верными перед Богом. То есть, им Бог верил нечто временное нам с вами. Если они оказались во временном верные, то Бог им что? Он доверит им и вечное. Поэтому наша жизнь есть не что иное, как тест, который тебе нужно просто пройти, который тебе нужно сдать этот экзамен. Тебе нужно сдать этот тест. В этой жизни ты должен сделать, в принципе, две вещи. Ты должен прийти к Богу, и вторая вещь – остаться Ему верным до конца своих дней. И когда придёт твоё время идти? Окей? Вот всё, что тебе нужно сделать в этой жизни. Есть ещё много маленьких вещей в этой жизни, но они не столь важны. Почему? Потому что они не будут влиять на твою вечность. Я говорю о тех вещах, которые имеют ценность на весах вечности. Вот во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, 17 стих, есть такое место. «Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». 2 Коринфянам 4, 17. Обратите внимание, как апостол Павел говорит о жизни. Как он её характеризует, каким оборотом? Кратковременное лёгкое страдание. Это вот и есть по, согласно апостолу Павлу, это и есть описание твоей жизни. Апостол Пётр, в принципе, говорит то же самое. Он говорит об этом в первом своём послании, в первой главе. Сейчас я найду. Он говорит это в следующем. «Осём радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений». Вот это согласно Петру описание нашей жизни. «Осём радуйтесь», то есть о вечности, о спасении, поскорбевший теперь немного. Вот это вот и есть наша жизнь. Понимаете, их отношение к этой земной жизни. «Поскорбевший теперь немного, если нужно». Вот это вот Пётр называет жизнь. Павел говорит, кратковременное лёгкое страдание, которое производит при избытке вечную славу. То есть твоё лёгкое страдание вот здесь, на земле, оно имеет непосредственное отношение к вечности, которое будет там. То есть как ты пройдёшь эту жизнь, как ты будешь относиться к тем испытаниям, к тем тестам, которые Бог ставит на твоём пути. Как ты сдашь этот тест, временный, кратковременный, это повлияет на твою вечность. Где уже времени не будет. Но это, наша жизнь здесь, она временная. Это всего лишь время. От одной даты до другой. И это нужно, вот это вот время, отрезок этот, нужно сдать этот тест. Нужно сдать экзамен, нужно сдать зачёт. Окей? Чтобы унаследовать вечное. Но человек в силу, я не знаю, в силу чего, в силу, я не знаю, в силу чего. Но человеку свойственно забывать это по каким-то причинам. Мы знаем, что, в принципе, мы живём здесь, но там глубоко, Псалом 48. 48, Псалом, там где-то глубоко внутри мы по-прежнему как-то лелеем себя какими-то мыслями, что... Смотрите, что он пишет. Я лучше прочту, чем я буду сам говорить. Псалом 48, стих 12. В мыслях у них, что домы их вечны, по-английски написано in inner thought, то есть внутренний, там deep inside, они думают, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Видите, человек говорит, да, я знаю, что мы все здесь временные, но там внутри, inner, inner thought, inside, inside you, человек думает... Ну, он всё равно как-то с этой мыслью сражается. Он думает, что дома его вечны, он земли, он увековечивает своё имя, давая этим зданиям, давая этим землям своё имя. Он хочет, чтобы имя его было увековечено. Понимаете, что есть человек сражается с этой идеей внутренне. Внутренне сражается с этой идеей, что он временный здесь. Он не хочет это признавать. Это конфликт. Это конфликт. Но Библия нас неуклонно учит. Библия неуклонно учит нас, что мы здесь только для времени, only for a season. И наша задача – это время использовать правильно и прожить правильно, чтобы войти в то пространство, в то место, где времени уже не будет. И где изменений уже не будет. Понимаете, там, где есть время, есть изменения. Там ничего нет гарантировано. Потому что сейчас время одно, но время заканчивается, потом будет что-то другое. Когда ты войдёшь туда, там уже ничто не может поменяться. Там уже всё. You're sealed for eternity. Но чтобы туда войти, нужно здесь правильно прожить этот период времени, который Бог дал тебе. Ну, год прошёл, осталось пару дней. И это должно нам напоминать лично мне, когда вот в эти вот дни, когда заканчивается год, когда наступает новый год. Мне это, например, говорит о том, что о временности, о временном характере и нашей жизни, и нас, и вообще всё, что мы видим, о временности. Всё такое временное. У меня вот такие какие-то мысли. И мне это также говорит о том, что мне осталось на один год меньше. Я приближаюсь к своей дате, я приблизился к ней на год. Время сократилось на год. И это, в свою очередь, оно как-то накладывает на меня соответствующую ответственность о том, что мне нужно теперь как-то больше смотреть, больше взвешивать свои дела, свои мечты, свои цели. Что я хочу, кто я такой, что я делаю, для чего я это делаю. И это нужно взвешивать на весах каких? На весах вечности. Потому что то, что нам кажется важным, и то, что нам кажется очень интересным, и очень, и очень важным, если столько-только мы положим вот это вот всё очень важное на весы, на весы вечности, то там очень часто вот эти вот чашечки, они даже не пошевелятся, потому что на вечных весах это оказывается уже не так и важно. Понимаете? И поэтому часто бывают такие дела, как написано в другом месте, что дела, сам ты спасёшься, но дела твои, они сгорят, они не выдерживают испытания. Бог not impressed твоими делами. Почему? Потому что они имеют временную ценность. Они, in eternal perspective, они не имеют никакой ценности, они имеют веса никакого. Вот так нужно взвешивать свои дела. И чем становимся мы старше, тем становимся мы приближаемся к нашей второй дате, тем, я думаю, нужно больше и больше критически относиться к тому, кто ты есть, что ты делаешь, что ты хочешь и о чём ты мечтаешь. Взвешивать нужно на весах. Не на весах человеческих, когда сравнивать, как Павел говорит, я не так, чтобы сравнивать себя с другими, а нужно сравнивать вот эти вот, нужно просто на весах вечности. Имеет ли это вес? Имеет ли это вес на этих весах? И это, в принципе, то, что влияет на нашу духовную жизнь. Больше, чем что-нибудь другое. Наша чрезмерная озабоченность временным. Мы настолько озабочены временным, что это очень часто, может быть, даже не часто, а всегда. Думаю, что это всегда в ущерб вечному. И в глазах Бога это совершеннейшее безумие. Когда мы уделяем временному вниманию настолько, что это становится в ущерб вечному. В глазах Бога Он говорит небесам, подивитесь и ужаснитесь. Подивитесь на этих людей. Они предпочитают временное вечному. Они строят на песке. Народы, как Иеремия говорит, как народы, зачем народы трудятся для огня? Тратится энергия на временное в ущерб вечности. И в глазах Бога это совершенное безумие. Но никто не входит в царство из-за безумия. А люди не входят в царство Божие из-за неверия. Понимаете? Поэтому, если мы и уделяем временному больше внимания, чем вечному, то это говорит о нашей вере. В то, что Бог нам обещал вечному. Все верующие были просвещены истиной. Потому что, когда мы пришли к Богу, нас Бог просветил истиной. Происошло просвещение. Наш ум был умрачен, написано. Он был омрачен. Мы с таким умом и жили всю нашу жизнь. Но потом, когда пришла истина, что она делает? Она тебя просвещает. Свет туда. У тебя входит свет. И туда сходит свет в темные места. То есть, ты начинаешь мыслить по-другому. И мы поверили в жизнь после смерти. По крайней мере, я в это не верил. И когда этот свет вошел, то он просветил нас. Ну, как показывает жизнь, как показывает наши дела, и наши мечты, и наши цели, он просветил нас отчасти. Не потому, что свет плохой, а потому, что мы его не впускаем туда, куда он должен войти. Некоторые вещи, мы по-прежнему держимся во мраке каком-то. Мы по-прежнему, как я говорил, предпочитаем временное вечному. Это значит, что мы не впустили свет в какие-то эреи, в какие-то аспекты нашего мышления, нашей жизни. Христос сказал притчу, что когда зажигают лампу, ее не ставят в угол и накрывают чем-то, но ее ставят на стол, в центре комнаты, чтобы она осветила каждый уголок в этой комнате. Иначе нет смысла во свете. Какой смысл зажигать и накрывать крышкой, чтобы опять было темно? Она горит, но она не дает света. Плохой ли это свет? Нет. Свет хороший. Но проблема в том, что человек взял, он впустил свет, и тут же накрыл его плотной крышкой, и стало точно так же темно, хотя есть свет. Вот так вот часто ведут себя верующие люди. Имея свет, они предпочитают мрак, и они по-прежнему предпочитают временное, вечному, хотя они получили истину, которая просвещает их мышление, что есть жизнь вечная, которая никогда не закончится, и это будет всегда в присутствии Бога. А это, вот это вот тире, это всего лишь время, которое нужно прожить, которое нужно сдать экзамен и идти туда, где Бог тебя ожидает. Время приносит определенную ответственность на человека. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, пятый стих, пятую главу, это наше основное местописание будет. Пятая глава, послание к евреям. Двенадцатый стих «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды». Когда говорится о правде, речь идет о праведности, слово праведности, the word of righteousness, потому что он младенец. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, праведности, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Двенадцатый стих «Ибо, судя по времени, вам уже надо быть, вы должны, вам надлежало, вы должны быть учителями». По времени ты уже должен быть учитель. Окей? По времени ты должен быть учитель. Я не говорю сейчас о даре учителя. Я вообще сейчас не говорю о служении. И здесь он не говорит о служении, о даре учителя или пастора. Он говорит о твоем уровне духовности, о твоей духовности. Как определяется духовность, мы сейчас тоже поговорим. По времени ты должен быть учитель. По времени ты должен быть уже духовный на каком-то уровне. Судя по времени, понимаете, время несет ответственность. То есть, если один человек пришел к Богу месяц назад, а другой человек пришел к Богу 10-15 лет назад, то должна быть разница в этом. У нас, у родителей, и у бабушек, и у дедушек есть разные требования, expectations к нашим детям. Если у меня один внук ему годик, а второму внуку 4 года, то у нас, у меня разные требования к этим деткам. Этот еще не может ни ходить, ни говорить, он только делает первые попытки. Другому уже 4 года. То есть, у меня к первому вообще никаких нет требований. Только чтобы был здоров. Но к 4-летнему у меня уже появились какие-то требования. К 10-летнему больше требований. К 20-летнему уже больше требований. Понимаете, то же самое у Бога. Человек, который пришел к Богу, покаялся месяц назад, Господь ожидает от него одного. Но если ты пришел к Богу 20 лет назад, Бог у тебя ожидает уже другого. Судя по времени, судя по времени, судя по времени, Бог от тебя ожидает соответственно времени, которое ты был с Богом, если ты был с Богом вообще. Ну, понимаете, мы все любим учить. Тут сказано, чтобы мы не были учителями. Но речь идет не об учительстве. Речь идет даже о незнании, не о том, как ты знаешь Писание. Речь даже не идет о том, как ты принимаешь участие в служении. Речь идет о твоей духовности. Речь идет об уровне твоей духовности. То есть по времени этот человек, месяц человек с Богом, полгода человек с Богом, у Бога определенные требования к его духовности. У этого человека 15 лет, у Бога определенные требования к его духовности. Что такое духовность и как отличать одного от другого? Духовность – это твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Это способность различать добро от зла. Это способность принимать решения. Это способность делать выбор. Добрый, а не злой. Посмотрите, есть еще место Писания, известное пророчество Исаии об Иисусе Христе. Это место пока не закрывайте. Исаия, сейчас я найду его, оно известное очень. Исаия, 7 глава, так? 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, си девы в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Смотрите, он будет питаться молоком и медом, доколе, до времени, доколе, не будет разуметь, что отвергать худое и избирать доброе. Пока человек не разумеет, это не имеет значения, сколько лет ты ходишь в церковь и как хорошо наизусть ты знаешь Писание. Пока ты не разумеешь избирать доброе и отвергать худое, ты, что не сведущ в слове правды, ты еще младенец. Хотя, судя по времени, ты уже должен быть учитель, ты уже должен отличать, способность отличать одно от другого, способность принимать решения, руководствуясь словом праведности. Для чего тебе это слово? Чтобы жить. Твоя жизнь состоит из чего? Из выбора, который ты делаешь, из решений, которые ты принимаешь практически каждый день. Вот эти решения характеризуют тот, кто есть ты на самом деле. Твои решения, твой выбор, который ты делаешь в своей жизни, они говорят о том, кто ты есть. Духовность. Вот это и есть твой уровень духовности. Он будет питаться молоком и медом, пока не разумеет отличать, пока он не разумеет выбирать доброе и отвергать худое. Мы же иногда не можем отличить доброе от худое. Даже не в этом, что делать, что мы не можем отличить. Мы даже не знаем, чем руководствоваться при принятии наших решений. Как будет выглядеть взрослый человек, который кушает baby food? Как будет выглядеть взрослый мужчина, который берет это вот, как это называется? Ну, не соска это. Ну, соска. И сосед это молоко соседал. Ну, представляете, мужчина, ну, я буду питаться этим вот с соской три раза в день. С пустышкой. С пустышкой. Не, ну, питаться. Понимаете, что это значит? Это же мне скажут, что тебе нужно к врачу. Что-то... Тут даже дело не в пищеварении, не в пищеварении. Тут скажут, что тебе тут надо лечить. Нечто другое. Дело даже не в желудке. Так вот, понимаете, это смешно, но это не смешно. Потому что в духовном мире именно это и мы наблюдаем все время. По времени взрослый человек, который по времени, который способен принимать решение. Почему мы детей? Я смотрю на этого малыша. Почему я смотрю на него? Он сидит в этой кроватке, огорожен из четырех сторон, бедный ребенок. Он как в клетке сидит. Понимаете? Мы же детей своих. Мы же держим их в клетке. Для чего? Потому что любим их. Потому что ребенок не способен принимать решение. Он может принять неправильное решение и повредить себе, покалечить себя. Он может что-нибудь вставить в электрическую сеть. Я не знаю, что. Но ножи, мы их держим в клетке, мы их держим в плену. Для чего? Чтобы сохранить их. Чтобы уберечь их. Потому что мы любим их. Но если ты посмотришь на это, это настоящая клетка. Но чем мы руководствуемся? Потому что мы их любим. Он не может принять решение. Но потом, когда он становится взрослым, мы его выпускаем из клетки. Мы его не выпускаем из дому, но из этой клетки. У него чуть-чуть больше свободы. Потому что он подрос, и его решения уже более не менее зрелые. Он уже знает, что вот этого не надо делать. Но для этого тут еще надо его попридержать. Потом, когда он становится взрослым, он имеет полную свободу, как мы с вами. Но в духовном мире, имея свободу, мы делаем такие вещи, что нас нужно держать в клетках. Потому что мы совершенно не мачуя духовно. Мы не зрелые. Мы по уровню, по времени, мы уже... А в принципе, в реальности, нас нужно держать в изоляции такой и питать молоком. Потому что она большая, мы еще не способны. Он будет питаться молоком и медом, пока не научится разуметь, отвергать злое и выбирать доброе. Пока он не научится. А как этому нужно научиться? То есть, понимаете, человек, который знает Слово, верующий, мы сейчас говорим о верующих людях, человек, который знает Слово и знает его хорошо, как мы с вами, он его что? Он его просто не практикует. Он... Время, которое ему дано Богом, он его не использует по назначению. А зрелые, то есть, он учит Слово, но он не сведущ в Слове Правды, в Слове Праведности. По-английски там по-другому немножко написано. То есть, он... По-английски сказано unskilled. У него нету никаких skills. То есть, в Слове тебе нужно иметь skills, навык. По-английски skill – это навык, да? То есть, навык приобретается не в библейской школе, навык приобретается не в молитве, навык приобретается от чего? От использования, от употребления. Когда ты делаешь какую-то операцию, когда ты делаешь что-то, просто что-то делаешь. Например, человек, там, на кухне готовит, у него навык, там, какой-нибудь строитель, любой человек, который что-то делает. Много и часто у него навык. Профессионал, он виден. Или любитель что-то делает в первый раз. Или человек, который делает это регулярно, на профессиональном уровне, у него навык, у него руки по-другому идут. То же самое верующий. Верующий – тоже быть профессионалом. Профессиональный верующий – не тот, который только читает Библию и знает только Писание. Профессиональный верующий – это тот, который читает и пользуется ей регулярно. регулярно, он приобретает навык от этого слова, он приобретает навык, как пользоваться словом. И от этого, что у него появляется, вырабатывается эти senses, они вырабатываются чувства, которые чуют, где добро, а где зло. От навыка, чувства, что навыкам у зрелых приучены к развлечению добра и зла. Когда человек ребенок, то он еще не сведущ, он еще unskilled, у него еще нету skills от употребления. Почему? Потому что он еще ребенок, у него еще не было времени приобрести эти skills, потому что для того, чтобы приобрести навык, тебе не нужно быть великим, тебе нужно просто время. Тебе нужно просто делать, вот это вот делать и делать много и часто, и у тебя появится навык. Тут не надо иметь симпядии во лбу, тебе нужно просто делать это регулярно. Регулярно. Знаете, как есть такая по-английски, есть несколько версий, одна из них называется NIV, New International Version, да? NIV, может быть, кто-нибудь читает, там так сказано. Зрелые – это те, я по-английски прочитаю, ну тут просто. Это те, которые who by constant use train themselves to distinguish good from evil. Те, которые постоянно используют слово праведности, они себя train themselves to distinguish good from evil. Отличить добро от зла. Они сами себя тренируют. Это тренировка, это упражнение, упражнение здесь благочестий. Сами себя тренируют. Иакова говорит, что тот, кто знает слово и не поступает по слову, он что делает? Он обманывает сам себя. Помните, есть такое место? А те, которые знают слово и поступают по слову, они тренируют сами себя. Тут никто не виноват. Тут не дьявол, тут не сосед, тут не пастор. Или ты сам себя обманываешь, или ты сам себя тренируешь, или ты сам себя делаешь зрелым. Но для того, чтобы, для приобретения навыка, тебе нужно время, и для чего? Для того, чтобы делать это дело регулярно, constant use, you train yourself. Для этого нужно время. Поэтому время, которое нам сейчас дано от Бога, нужно правильно использовать. Те люди, которые зрелые, это мудрые люди. Моисей молился в 89-м салме, он так сказал, «Господи, научи нас так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое». Есть такое, да? «Дай, научи нас так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое». Вот это мудрость. Мудрость – это твое отношение ко времени. Мудрость – это то, что ты делаешь с временем, которое у тебя есть от Бога. Потому что написано, что больше времени не будет. Время, оно имеет начало, и время имеет конец. Время благоприятное есть, завтра оно будет или не будет, это я не знаю. Но я не хочу take my chances. Сегодня время благоприятное, и сегодня день спасения. Сегодня дано время для того, чтобы я train myself и приобрел какие-то skills в праведности от регулярного и постоянного употребления слова «праведности», чтобы отличать одно от другое. То есть мудрые люди – это те люди, которые используют это время специально, именно исключительно для того, для чего это время дано. Мудрые люди – это те, которые верны во временном. И если они верны во временном, то Бог сможет им доверить и вечное. Способность принимать решения говорит о том, кто мы есть. Мы уже говорили на эту тему. И вот год прошел. Может быть, надо задать себе пару вопросов. Может быть, есть смысл проанализировать свои решения в прошлом году? Так, когда мы останемся в тишине, зайдем в комнату, закроем за собой дверь и просто проанализируем свои решения. И они будут говорить о твоей духовности. Или ты бебечка, или ты что-то, или ты кушаешь твердую пищу, или тебе еще нужно молоко, может, нужно кашку какую-то, а может, уже что-то еще потверже, я не знаю. Твои решения, твои выборы, которые ты делаешь. И поэтому Господь всегда нам дает выбор. Обратите внимание, Бог никогда тебя не ставит вот так, что тебя ты не сможешь решить. Бог всегда берет тобой путь, как там в Писании много рассказывано, «Я предложил тебе одно и другое. Избери добро. Я предложил тебе жизнь и смерть. Я предложил тебе зло и добро. Избери добро». Но для этого, чтобы избрать добро, нужно определенный уровень духовности, чтобы отличить добро от зла. Поэтому Господь тренирует нас, давая нам возможность, что? Выбирать, решать. Твои решения. Господь все время дает тебе возможность выбрать, чтобы тренировать тебя и чтобы развивать твою волю. Давайте посмотрим на несколько библейских решений, которые имеют место в Писании. Помните Исаф, который, он был первый сын, а потом, когда он пришел с работы однажды, он был голодный, страшно голодный был. Настолько голодный, что он говорит, «Яков, дай мне твою кашу или чечевицу». Он говорит, «Продай первородство». Он говорит, «Зачем мне это первородство? Что мне это первородство, когда я умираю с голоду?» Он говорит, «Окей, на тебе мое первородство, дай мне эту кашу». То есть он сейчас голодный, я сейчас умираю, что мне эти благословения, которые будут, я не знаю вообще когда, будут ли. Ну, это я уже импровизирую, вы знаете это место. И он пренебрег благословения, которые у него и были. Ради чего? Ради временного, ради чечевизнкаш. И потом он со слезами просил вернуться, но это уже невозможно. Он принял решение, это его решение. Это его решение. Бог уважает его решение, но это его решение. Правильно ли это было решение или нет? Конечно нет, потому что он пренебрег духовным ради земного, ради временного. Есть еще решение, принятое, например, Моисеем, мне нравится вот это место, в послании к евреям, 11 глава. Я уже, надо мне заканчивать. 11 глава, послание к евреям, 24 стих. «Верой Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараонова, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». По-русски, по-другому сказать. Значит, «Верой Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараон, и лучше захотел». То есть он принял решение, он решил, он выбрал. Там так написано. «Он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим, то есть он, опять, он решил так, большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». То есть, видите, он принял решение. Он, будучи сыном дочери фараона, имея такое положение, он отказался от этого привилегированного положения и стал, в принципе, частью израильского народа, которые на тот период времени были рабами. Почему? Такое решение он принял. Почему? Потому что он смотрел на воздаяние. Чем он руководствовался при принятии решения? Он смотрел на воздаяние. Он смотрел, как американцы говорят, он имел «eternal perspective». Понимаете? Он смотрел, он положил это на весы вечности. На весы вечности. То есть, израильский народ, сейчас они рабы, но они имеют обетование. Бог обещал. Они имеют от Бога. Сейчас временные легкие страдания, помните, сейчас тяжело, трудно. Но! Но у них есть будущее. У них есть будущее. И поэтому он решил отождествить себя с этим народом, хотя он и был частью этого народа. Так он принимает решения. Руководствуемся ли мы таким принципом при принятии наших решений? Вот в чем вопрос. Еще одно решение, которое принял апостол Павел, послание к филиппийцам в первой главе. 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Видите, он должен что-то избрать. «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А остаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. «Дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Окей. Значит, он... Где тут сказано? «Влечет меня и то, и другое». По-английски сказано «I hardly press». То есть он с двух сторон его как бы прижимает. С двух сторон жмет его. Одно решение, другое решение. Один вариант, другой вариант. То есть лучше разрешиться, то есть лучше умереть и быть со Христом, что несравненно лучше. Окей. Видимо, Бог предложил ему «не знаю, что избрать». То есть Бог предложил ему избрать. Но он понимает, что если я останусь в теле, то я нужнее для вас. Он говорит о церкви, он говорит о верующих. И он говорит «я знаю, что я останусь». Почему? Потому что он так решил. И Бог даст ему по его решению, потому что ему дана была свобода решить. Чем он руководствовался? Не верием? Нет. Я хочу лучше там. Но он руководствовался благосостоянием и духовным состоянием верующих. И говорит «для вас нужнее, если я останусь». И я принимаю решение остаться. То есть он как бы, он не пренебрегает небом, но он это для назидания верующих. То есть опять для служения, для планов Божьих. It's all about God, получается. То есть чем духовные люди руководствуются для принятия решений? Они руководствуются вот этой eternal perspective, они руководствуются обетованиями Божьими, которые все изложены в слове праведности. Они руководствуются волей Божьей и планами Божьей. Так они принимают решения. И постоянное constant use. By constant use, they train themselves. Постоянное упражнение в слове праведности. Постоянное применение слова праведности в своих решениях. Так появляются senses, эти чувствования, которые чуют, где добро, а где зло. Ты даже не понимаешь, но ты чуешь это как бы. Вот это вот уровень зрелости. Вот так вот мы сами, мы сами train ourselves. Давайте еще одно место посмотрим. Написано в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка, 10 глава. Последнее место писания. Евангелие от Марка, 10 глава. Это люди, которые приобретают навыки. А для навыка нужно время. Но можно иметь время и не иметь навыков. Как судя по времени, ты уже должен иметь эти навыки. Но их нет. Почему? Ты по-прежнему молодец. Потому что ты не используешь время для той цели, для того назначения, для которого оно дано тебе. Мы используем время для чего угодно, только не для того, для чего оно дано. Но время имеет начало, и оно имеет конец. 10 глава, стих какой? 17. Это история, которую вы помните. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его. «Учитель, благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вопрос. 19 стих. «Знаешь заповеди? Не пролюбодействуй, не убивай, не коради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ. «Учитель, все это сохранил я от юности моей». То есть он ему сказал, ты хочешь наследовать жизнь вечную? Да. Соблюдай эти заповеди. Ну, я это все соблюдаю с детства. В чем проблема? Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. А что, собственно, почему он так ему ответил? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Соблюдаю вот эти заповеди. Вот я их соблюдаю всю мою жизнь. Да, но тебе одного не достает. Чего мне не достает? Ну, раздай свое. У тебя есть имение, раздай его нищим, и будешь иметь имение на небесах, вечное имение. Но это же не заповедь. Он же сказал, для того, чтобы иметь жизнь вечную, нужно соблюдать заповеди. А я их соблюдаю. Ну, тебе не достает. Ну, я понимаю, что я не достает какой-то заповеди, но это же не заповедь. Раздать имение нищим – это не написано в списке заповедей. Почему же он ему сказал, что ты должен это сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Потому что это то, что ему не достает. Одного тебе не достает. Представляете, человек соблюдает все заповеди. Он праведный, ну, по закону. И Господь не спорит с ним. Он не говорит, нет, ты не соблюдаешь, вот это у тебя неправильно. Нет, он не спорит с ним, что ты не соблюдаешь. Но при всем том, что ты соблюдаешь, при всем том, что ты праведный, тебе все-таки одного не достает. И вот это вот одно мешает тебе унаследовать вечное. Почему Он ему это указал? Потому что он богат, нет, дело не в богатстве, проблема не в богатстве. Смотрите, вот тут сказано в 24 стихе, ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. То есть не в богатстве проблема. А проблема тогда, проблема опять-таки, проблема ни в чем никогда не, запомните, никогда проблемы ни в чем нету. Если есть проблема, то она только в тебе. Проблема не в богатстве, проблема в том, что ты надеешься на него. То есть в тебе проблема, а не в богатстве. Так вот поэтому Он ему говорит, вот это у тебя есть как бы weak spot, и чтобы Бог, как бы слабость твоя, и Господь, чтобы тебя избавить от этого, Он ему дает, Он ему дает такое как бы поручение, Он дает, представит перед Ним задачу, самую для Него больную, самую для Него трудную. Почему? Потому что, для чего? Чтобы освободить его оттуда, потому что именно это и мешает ему унаследовать вечность. И Он пытается освободить его от этого. Он говорит, отдай, продай, потому что у тебя проблема с богатством. Ты на Него надеешься, ты к Нему привязан, у тебя неправильное отношение к богатству. Он не говорил такой Аврааму или Исааку, которые были очень богатые. Я уверен, что они были более богатые, чем он. Он даже Соломону не говорил, который был самый богатый. Потому что они были богатые, но у них не было такого отношения к этому богатству. У него были неправильные отношения, и поэтому это мешает тебе, одного тебе не достает. И он принял решение, этот парень. Какое он принял решение? Он опечалился от одной мысли, что ему придется расстаться со своим богатством. С временным. Он ему обещает вечное там. Бог, владелец. Он ему обещает вечное, и он не хочет расстаться с временным ради вечного. И это есть в глазах Бога, что это безумие. Он не хочет расстаться с временным ради вечного. Это серьезно? Думаю, что да. Он не хочет расстаться с земным. Ему предлагают выбирать земное и небесное, временное и вечное. И он выбирает что? Он выбирает временное при всем том, это не неверующий, это не негрешник. Он исполняет все заповеди. Причем он так исполняет эти заповеди, что Бог, что Христос не говорит ему, не делает замечания в отношении заповеди. Он выбирает временное. И он опечалился, и он принял решение, что? Уйти. У этого парня нет eternal perspective. Он не верит. Он не верит в невидимое. Он не войдет не из-за богатства. Он не войдет из-за веры своей, которой у него практически нет. При всем том, что он, да, исполняет все заповеди. Вопрос. Ты знаешь свое слабое место? Ты знаешь, что тебе не хватает? Мы знаем свои. Потому что, когда Бог говорит тебе что-то делать, Он тебе говорит точно так же, как Он сказал Ему. Он посылает тебе, Он говорит тебе самую больную точку. Почему? Потому что это твое больное место. Это твоя слабость. Здесь у тебя сокровища, с которыми ты не хочешь. Они временные. Это вот наше, это наше, это когда ты смотришь на этого парня, ты смотришь в зеркало. Только у каждого из нас свое, свое. Тебе не хватает. Ему одного не хватает. Тебе одного, но твоего не хватает. Хорошо, если одного. Давайте мы помолимся.